Всем привет! Особенно пламенный такой и горячий привет я передаю вновь прибывшим на мой канал подписчикам. Ребят, вы сделали правильный выбор, что подписались на мой канал. Своими видео уроками я постараюсь вас не огорчить. Я их делаю от души, всем на пользу, так сказать, и себе в удовольствие. Сейчас, на данный момент, я тружусь над видеокурсом по Adobe Photoshop версии CS5. И в этом уроке мы уже дошли до того, чтобы изучить инструмент блокировки слоев. Сейчас мы их пройдем, но для начала давайте вот как следует разберемся вот с этим инструментиком, который мы очень часто используем. Это инструмент перемещения. Вот он в самом верху на левой панели находится, это такая стрелочка. И вот здесь у него есть такая функция. Вот видите, тут автовыбор, и мы можем пометить галочкой этот автовыбор. Если у нас не стоит здесь галочка, то тут как бы мы выбираем в Photoshop эти слои вручную. То есть вот видите, сейчас у нас выбран тут слой номер 4. И мы его можем перемещать. То есть если мы кликнем, например, вот на этот вот зеленый квадрат, то мы его тут никак уже не переместим. У нас будет перемещаться верхний слой. Но это неудобно, да, это нам для этого, чтобы переместить этот квадрат, необходимо выбрать тут уже в панели слоев. Это неудобно тут вручную все выбирать. Поэтому вот существует такая функция, как автовыбор. Вот здесь галочку ставите, и будет уже намного удобнее. То есть если вам, например, вот этот вот большой полукруг можно переместить, то прямо на нем щелкайте, и он автоматически уже определяется в панели слоев. И мы уже можем его передвигать, да. Вот, теперь давайте перейдем уже непосредственно к самим функциям блокировки. Тут их 4 вида, как мы видим. Такое слово запретить. И вот 4 таких знака. Первый вид блокировки, это, то есть вот смотрите, как он называется. Сохраняет прозрачность пикселов. То есть, чтобы вам показать это в реальности, вот давайте, например, вот нажмем на клавишу Alt на клавиатуре, и кликнем по глазу этого верхнего слоя. Вот, у нас сейчас остался только вот один этот слой. Остальные все слои автоматически отключились. И что мы теперь можем делать? Вот, давайте выберем кисть. Так, уменьшим ей диаметр. Так, куда он у нас пропал? Вот. И вот чтобы, давайте попробуем прессовать. Вот, видите, тут, если у нас включена эта функция, запретить рисование на прозрачных пикселах, то мы не можем рисовать на прозрачных пикселах. У нас это не получится никак. Вот я рисую, да, в истории все это запоминается, но рисование не происходит. Если же я буду рисовать вот на этом слое, вот, то тут все как следует уже рисуется, да, вот видите. Так, давайте это я удалю через историю. Вот, вы знаете, как делать. Это вот такая функция, которая запрещает рисование на прозрачных пикселях. Но на слоях непрозрачных это все к рисованию будет проходить корректно. Вот, видите, здесь рисуется, а на прозрачных нет. Следующий вид блокировки, это у нас называется он сохраняет цвета пикселов. То есть это запрет, обычный запрет рисования. То есть если в первом варианте нам нельзя было рисовать только на прозрачных пикселах, а в этом случае нам вообще запрещено рисовать на этом слое. На других слоях, так, давайте нажмем Alt и опять на глазок. Вот, в этом случае нам запрещено рисовать на этом слое, но если мы выберем другой слой, тут все нам будет разрешено рисовать. И вот, когда вы выбираете какой-нибудь из этих ограничений, тут, видите, такой замок появляется. Это уже говорит о том, что здесь какая-то блокировка применена. Вот, тут подсвечивает, показывает, что слой закреплен частично. То есть мы частично его заблокировали. Уже нельзя на нем рисовать. Следующий, третий вид блокировки посмотрим. Так, эту отключим, эту выберем. Этот вид блокировки уже нам запрещает пользоваться на этом слое инструментом перемещения. То есть мы уже не можем перемещать этот слой. Так, этот полукруг. У нас тут автовыбор настроен. Давайте я отключу автовыбор и выберу вот этот слой верхний. Тут у нас уже запрещено его перемещать. И вот если я пытаюсь его как-то переместить, видите, всплывает такое окошко. И тут написано, невозможно выполнить запрос. Слой закреплен. То есть для чего он нужен вообще, вот эта блокировка нужна? Ну, для того, чтобы случайно там этот слой не передвинуть. Бывают такие моменты, что когда в проекте необходимо этот какой-нибудь нужный слой поставить в определенное место, и он там так удачно встал, что его лучше бы не беспокоить, не трогать, чтобы случайно его не задеть и не передвинуть. Вот для этого и существует этот инструмент. Вот он блокирует, короче, инструмент это перемещение и запрещает перемещать этот слой. Вот. И четвертый вид блокировки. Это, короче, все в одном флаконе. Это полностью он блокируется, этот слой. Все вот эти вот три вида блокировок. Это рисование на прозрачных пикселах, вообще рисование на слое и перемещение. Тут все блокируется нафиг. Вот такой черный замок появляется. И он говорит о том, что его, этот слой, вообще невозможно с ним работать. Он, короче, чисто заблокирован. Вот. Так, блокировки мы с вами прошли. Давайте я вам еще расскажу еще об одном виде блокировок. Для этого нам нужно открыть какой-нибудь JPEG картинку какую-нибудь. Так, давайте выберем компьютер, диск D, изображение. Так, вот. Ну вот эту картиночку давайте откроем. Вот такая вот у нас тут котярушка нарисована фотография котика, котенка. И вот видите тут, у нас, как бы, у этой JPEG картинки, по умолчанию, такой фон стоит. И он помечен замком. Это уже, как бы, ну, фон у JPEG картинок, он имеет такую ограниченную блокировку. То есть, здесь, видите, все вот эти вот четыре вида блокировок тут запрещены. Но ими невозможно пользоваться, потому что единственное, что нельзя делать на этом фоне, это, ну, перемещать его, как мы видим, нам запрещено. И вот если мы создадим новый слой и будем с ним работать, то этот слой невозможно переместить под этот фон. Вот, видите, фон, он, как бы, всегда должен быть внизу. А так, в принципе, с этим фоном можно работать. Единственное, что я, как вам сказал, нельзя его перемещать. Но рисовать, вот давайте выберем кисточку. Рисовать на нем можно. Фигуры какие-нибудь создавать. Вот давайте выберу вот этот вот. Тоже можно. Работать с ним, в общем, можно с этим фоном. Так, через историю это все сейчас удалим. Но, чтобы, например, вот вам нужно превратить этот фон в обычный слой. Для этого можно поступить так. Просто вот здесь на свободном пространстве два раза кликнуть левой кнопкой мыши. У вас появляется такое окошко. Здесь имя. По умолчанию фон называется слой 0. Ну, вы можете тут написать что-нибудь там свое. И нажать ОК. И все. Теперь этот фоновый слой превратился в обычный слой. И теперь его спокойно можно там перемещать. Например, вот под слой 1. И так далее. Так, закроем. Ничего сохранять не будем. Вот. А здесь вот в этом случае, вот смотрите, четвертый слой. Да, мы сейчас его полностью заблокируем. Тут, в отличие от фона, этот блокированный слой простой. Его можно перемещать. Он спокойно перемещается. Никаких проблем с этим нет. Так, ну, вот, наверное, господа, я тут вам много всего рассказал, да. Но ничего страшного, если вы тут что-то недопоняли. Можете посмотреть еще этот урок. Несколько раз даже до того момента, как все вам будет понятно. Но хотя, в принципе, тут ничего сложного нет. Я думаю, вы все поняли. Это как бы только мы начинаем углубляться в фотошоп. Ничего сложного тут на первых порах мы не увидим. Но чем сложнее в фотошопе, тем интереснее. Поэтому не пропускайте новых видеоуроков. Всем пока.